мы тоже не нацисты привет когда российские солдаты начинают оправдываться это хорошо если учесть что эта программа вечер с владимиром удозвоном он же соловьев то тут есть интересные тенденции значит чувствуется что главный российский геббельс вносит новые нотки в информационную работу потому что путинский режим держится в первую очередь на телевизоре и сейчас у них подход такой что да будет вечная война но она будет где-то там очень и очень далеко и у нас будет все очень и очень хорошо и любое событие которое выводит местных из зоны комфорта например привет москве сити то есть самой дорогой российской недвижимости тоже подается как элемент российской победы мол мы это делаем из-за слабости тоже утром проснулись с очередной новости про атаку на москву в этот раз на москва сити и сожалению нужно отметить что знаете в последующем чем дальше тем подобных попыток будет становиться только больше противники по всей видимости уже смирились тем что на поле боя они никакую задачу больше решить не смогут я думаю что нужно продолжать атаковать объекты на территории москвы и не только москвы согласны подписывайтесь на мой youtube канал но здесь интересно следующее значит они в рамках проекта 1984 ну это как роман орла начинают менять прошлое и рассказывают о том как они захватили киев или могли захватить и что особо интересно все эти дискуссии они связаны как раз непосредственно с заявлениями участников но вот возьмем российский нацист обыкновенный это начало войны почему я говорю что это российский нацист обыкновенный вот возьмите кадры с нашими военными у всех открыты лица нам нечего бояться потому что мы защищаем свою родину и убиваем российских свинка собачка триколор вот она вот этот вот супер деятель а сейчас нам расскажет о том как они захватили гастомель как им там было хорошо какие они сильные крутые но что-то знаете чего нет нет в уверенности в голосе как нет и открытого лица почему потому что этот парень прекрасно понимает что он преступник и он что делает он бздит он бздит что придут к нему домой ну а дальше я не знаю он или выпьет а яду или удариться об угол стола об кафель вариантов много этом командир с командой на юра батальона дан цель направлении там уже работал сорок пятая ребята но вы же вдвоем ходили вы 45 определенном вам здание заняли пожарную часть и вот не пять суток отбивались цсо других в гастомель они прилетели не просто так у них было очевидно очевидная простая цель что-то подобное когда-то было реализовано в праге захватывается аэродром в столице или возле столицы и соответственно далее по воздуху перепады перекидывают десантуру далее они заходят в столицу в город ну и парад как собственно и обещала оля скобеева но почему-то так случилось что они остались в пожарной части и геройски там обронялись особенно если учесть что в этих боях была потеряна элита российского спецназа армейского и десантуры и командиры полков там полегли и не только и это знают все вот тот кто смотрит из участников тех событий это видео можете написать свое мнение но вы же знаете что я прав мы ваших ребятам положили достаточно но и да вы нацисты потому что не мы приземлились чкаловский хотя я так думаю если мы будем проводить подобную операцию чкаловский нет потому что это достаточно далеко мне там пробки и всякое такое доедешь до москвы так путин уже ценит примет и сдохнет к тому времени нет тут нужно какие-то другие решения а может быть нам этом москва и нафиг не нужно лично мне на нафиг не нужна я там жил много лет могу вам сказать что не то что потерянные годы на лучшие годы потому что все таки вряд ли у меня повторится этот период с 28 до 42 лет но жизнь у всех одна российский десант это точно знает но факт остается фактом значит возвращаемся к этому товарищу в маске просто какой-то мне не знаю рыбакоп надо было рассказать тебе сколько таких как ты была убита в гастомеле стало ясно что мы готовы лучше чем их элитные части еще раз не понял то есть мы готовы лучше чем их элитные части да у нас дух наш дух гораздо сильнее чем их а по подготовленности да и подготовленные тоже были замечательно кстати долетели не все на как минимум до вертолета была сбита над киевским а водохранилищем я его называю киевское море вот эти вот истории дух я не вижу уверенности а почему нет уверенности духу потому что есть один простой вопрос чей гастомель все украина да они там сожгли нашу мрию уникальный самолет был они беды наделали много но их выбили оттуда поэтому свой дух можете засунуть своим товарищам в одно место ну или даже не так бойцы дон-дона с вами это сделают вы будете просить добавки говорить давай еще дух замечательным что мы с ними били стать 55 суток они там даже не подошли даже не подошли сколько там были снайперские дуэли и миномет у нас откладывали а тоже это пола них тяжелой артиллерии на этом поблизости не было ниже думаешь так сильно на это на границе сквистер стоять то есть другими словами этот фанат духа говорит следующее несмотря на то что это уже к нам вопрос как мы готовились к этой войне но тем не менее мы бой приняли и несмотря на то что у нас не было тяжелой артиллерии а потом кстати по земле подошли их машины все было как он говорит потом мы их раскатали в порядке и артиллерии в том числе вопрос следующем они не установили контроль над взлетно-посадочной полосой а сидели в как он сказал в пожарной части отлично ты что пожарник или идиот российский нацист что-то можете было ну убивались и и так они не заливаются аэродром под наш контроль он принимал самолеты нет поэтому не надо здесь трындеть временно живой на российский нацист интересно что вот эти вот интервью соловьев пишет регулярно к своей этой безумной программе где действительно у них знаете война где-то очень далеко они пишут интервью ну вполне возможно что-то реальные российские солдаты вопрос в чем что не видите они чистенькие но даже муха не сидела ну что ж это ты что на парад собрался или на интервью то есть это говорит что-то где-то снято или в москве или где-то ну я не знаю но в общем далеко от тех мест где опасно хотя как показывает история с москва сити на территории россии вот до москвы включительно уже не осталось абсолютно безопасных мест и вот здесь внимание вопрос от соловьева за этот вопрос кстати на каком-то этапе путин его на вздернет объясню почему если бы от тебя зависело чтобы ты улучшил чтобы ты изменил я считаю что все это дело заканчивать ну что опять заканчивать чтобы и этих нацистов прижать вот ну и верить им уже не им не западу ни в коем случае нельзя потому что эти заточены под то что нас развалить цитирует он телевизор нормально мы развалимся нацисты запад бла-бла-бла но ты тот фраза надо заканчивать надо заканчивать а как заканчивать где заканчивать что нужно для этого сделать тем более кончита в форме в гастомеле мы закончили путем половину вас убили половину вы вывели свои войска по сути давайте скажем прямо вы бежали поджав а что там у вас там вот эти вот мисс места в которые вам потом бойцы на рамзана будут дух вам вкладывать это место ниже спины получит и что думаешь надо идти до конца добавить наконец он где когда будет победа то киев варшава берлин никогда либо они союз либо акт о капитуляции подпишут либо когда они руки поднимут скажу то что мы все сдаемся победа будет за нами то есть никогда но почему повесят на каком-то этапе соловьева вот эти вот фразы киев варшава нью-йорк то есть он ставит заранее невыполнимые для рашки задачи в принципе смотри рассказ этого товарища о гастомеле где они получили люлей да и получается что вот они ну военные люди вообще в данном случае такие программируемые российские это же плотят от плоти российского нацистского режима вот этими вопросами нью-йорк лондон значит соловьев загоняет путина в угол то есть он создает условия что вот никуда повернуться нельзя то есть нельзя просто взять и сказать ой знаете а нафига нафига нам гастомель должен бы задаться каждый российский солдат и вот эти вот фразы что мы никому не верим еще что-то вы понимаете они слушайте не могут толком сформулировать за что они умирают а с таким вот подходом ребята ну не навоюешься то есть эти эти уже поумнели после гастомеля поумнели очень и очень и тут есть у модозвона такое интересное заявление знаете ли вы что они взяли киев взяли цукерку смактунец поклады сви шматочек суби защелку просить копотвора сейчас же оказывается было какое-то сражение которое мы проиграли под киевом когда вот о чем и речь сейчас данный нью-йорк пишет что мы оказывается отошли потерпев поражение мы отошли они говорят они к нам подойти не могли сама эта история она в принципе противоречит нацистским подходом потому что нацисты россияне в данном случае не является каким-то исключением они добровольно не отходят ну так вот устроена они отходят только вследствие непреодолимых обстоятельств то есть смерть и угроза смерти у нас тут под киевом недавно нашли танка один из фермеров его смазывал охранил но вот теперь вернул на сбройным силам танк трофейный просто это я к тому что как как они взяли киев как и не драпали если абсолютно боеспособную машину бросили и не одну бросили на то есть сейчас мудозвон отыгрывает эту историю что мы отошли потому что нас попросили но так путин сказал нас попросили кто вас попросил давайте еще раз вот каждый российский десантники из рязани из иваново из пскова и все эти части специального назначения она же ссо сейчас задаются вопросом а за что погибли ваши эти хотел сказать товарищи но пусть будут товарищи да да в гастомеле и не только чтобы путина попросили да мы держали спокойно и вообще говорят в восемь километров но и для всех вообще те ребята которые могли взять вообще без проблем но когда врут при этом американцы это знают правду что мы отошли сами я не буду говорить мое отношение к этому но мы отошли сами потому что все те парафировали мирный договор по которым выполняли все наши условия и мы исходя из этого говорим они говорят ну вот нам что было это легче проточить пожалуйста отойдите мы отходим они себя так ведут это вот это называется победа в сражении или после этого американцы думать что мы хоть одному их слову поверим вводили хуа в смысле владимира путина за нас только даже владимир путин постоянно дает разные показания в гаге его научит правильно отвечать то парафировали то почти парафировали то почти согласовали то стоит подпись то не стоит выполнять ваши условия но подождите если ты хочешь чтобы выполняли твои условия то ты едва ли будешь отходить от столицы врага мы же для них враги враги и вот эта фраза что мы отошли сами мы могли взять но не взяли вот это вот условное наклонение если бы у бабушки были яйца или член то бабушка была бы дедушкой раньше так путин говорил хотя про член это я добавил от себя просто вижу этих членов этого безумного нацистского кружка который рассказывает россиянам что у них все хорошо было да и они почти взяли киев давайте посмотрим еще на одного товарища вот они же очень прикольно рассказывают за что они воюют это с одной стороны но полный идиотизм вот правда значит товарищи называют себя не нацистой а кто бы но кто вы если вы находитесь на территории украины нацист российский обыкновенный нацистом что уничтожение никаких разговоров и все об этом знают и российские нацисты тоже сегодня с утра приехали устали страшно смотря отчего морально больше воскресенье физически под ключевкой стояли сейчас в том числе но последнее место откуда выходили грани мы выходили со стороны бахмута это как-то не уверена люди которые выходят из под бахмута вот у них форма не в таком состоянии и что смотрим опять вот трое на российских нацистов которые говорят что они не нацисты ребят а чего лица то прячете чего вы боитесь а мы знаем чего вы боитесь мы знаем что вы военные преступники поэтому вы прячетесь в этом плане кстати бойцы дон дона на много откровений борются с березами и лиц не скрывают ну и готовят дух для российского спецназа или десантуры ну то есть бахмута насколько там сейчас горячо я не могу оценивать там по десятибальной шкале но я скажу что там точно не холодно в бахмуте не холодно а мудозвон их толкает куда на киев париж варшава и нью-йорк а в бахмуте не холодно что-то я смотрю как-то вы странно воюете что на сегодняшний день очень страшное оружие как кассетные боеприпасы то есть это достаточно эффективно с их стороны оружия вот и да и в принципе как бы наши пацаны молодцы они тоже учились на воевать уже за это время не стоит недооценивать противника да но вы же все десантники правильно да не все десантники а выжившие десантники это не одно и то же противник силен противник это мы еще раз ну конечно мы с вами воюем девять лет и каждый из них знает что все эти истории про гражданскую войну которая якобы была 8 лет бомбили бомбас это бред бред бредятина просто это просто сцикливые нацисты теперь вот они себя проявили так вот давайте-ка к завершению этого прекрасного видео я уверен что но вам понравится поставите лайков мне подписок мы здесь называем вещи своими именами нацист обыкновенный обе объясняет за что он воюет защита интересов граждан российской федерации я больше скажу знаете у меня мама ездила отдыхать за границу так получилось что она попала я не могу в точности там расходе не было вот ситуации но я образа расскажу она попала там в отель с иностранными также туристами где соответственно там наши друзья с евросоюза наши друзья с украины ты на мне друг ты российская свинка-собачка триколор ты российский оккупант временно живой ходят там вот это вот слава украине кричат то есть пропаганде вот эту разводит то есть мама говорит нам ну вот мы женщины вдвоем да мы две русские я понимаю что это все мы сейчас начнем там что-то то есть наша пророссийская говорит у нас просто съедят на и я здесь нахожусь потому что я хочу что моя мама наша мама наши родители свободно ходили как и все другие граждане этого мира этой планеты ходили все на равных то есть друзья с европейского союза украинцы при все приехали отдыхать и всем было хорошо и только двум бабам одна народыла вот этого вот эту потвору они страдали потому что все люди наслаждались жизнью а им хотелось чтобы здесь было рашка ну так вот очевидно речь идет о турции по всем принципам по всем признакам но и куда могут они ездить значит он приехал воевать в украину потому что его маме за граница не понравилось как ведут себя другие люди но это же идиотизм может маме лучше дома сидеть или отдыхать возле моря а лапки в их мы тоже не нацисты и бегать и кричать я русский я русский это будет глупо с нашей стороны мы за равноправие здесь находимся мы преследуем интерес просто уважение взаимного друг другу этому кретину хочется задать один вопрос а кто сделал на болотах то есть на россии она же раша популярной такой элитной песни российских нацистов я русский ли я узкий этом не могу вспомнить сначала я узкий потом пришли кадыровцы я уже русский или наоборот за равноправие то есть они пришли нас убивать чтобы иметь право или что ну то есть клиника на самом-то деле клиника вот эта вот фраза пора заканчивать это первый признак того что им им тоже тяжело и умирать они не хотят так вот ребята закрытыми лицами и грустными лицами грустными глазами идите домой иди к маме ну и делайте там все что хотите слава украине слышишь солдат российский и его мама слава украине подписывайтесь на канал лайки репосты patreon а украина была есть и и будет и все это знают и российские солдаты с грустными глазами в первую очередь до побачья